Всем привет! Меня зовут Ольга, я вас приветствую. Я хочу разобрать такую тему, как ретроградный Сатурн. Я хочу объединить астрологию, дизайн человека и посмотреть, что конкретно может дать период ретроградного Сатурна в 2022 году, который начнется 5 июня и закончится 23 октября. Соответственно, если мы посмотрим на дизайн человека, есть вот такая вот мандала дизайна человека, где показывается транзит и в какой последовательности, куда он идёт. Конкретно сейчас у нас тема 30-х ворот в Сатурне. И на момент 1 июня, да, среда, всё верно, Сатурн находится в воротах 30. 30 – это тема желаний, а желание – неотвязный жар, полностью познав чувственный опыт, вы осознаёте иллюзорность желаний. В целом, очень интересные ворота. Тема того, что мы можем чего-то хотеть, хотя на самом деле мы можем кого-то зарядить этой энергией, кто-то может ей воспользоваться в каких-то позитивных целях, то есть не привязываться к желанию. Но что такое Сатурн? В дизайне человека Сатурн рассматривается как наказание за то, какой есть внутренний закон у человека по Юпитеру. Или Юпитер даёт расширение в возвышенные знания и философскую натуру, а Сатурн – жизненные уроки, структура, причины и следствия, ценевая сторона. То есть по Сатурну важно в этот период не поддаваться каким-то чрезмерно провокационным, возможно, желаниям. Познать огонь желаний можно двумя способами – через очищение или жертвоприношение. Сатурн находится в Водолее. Это такой знак очень непростой. Служение общества с какой-то стороны как раз с темой жертвоприношения возможно. Очищение происходит, когда вы полностью погружаетесь в переживания. Жертвоприношение сдерживает ваш энтузиазм, и у вас появляется чувство, что вы живы лишь наполовину. Призыв к целостности. В позитивном ключе это может проживаться как лёгкость. Мы не привязаны к своим желаниям. В негативном ключе это может быть либо наоборот чрезмерная серьёзность, либо легкомысленность. Если мы рассмотрим такую тему, как в жизни человека есть тень, дар, примерно как и в физической астрологии, невежество, страсть и благость, и тридцатые ворота, они точно так же имеют определённую тень, имеют определённый дар и имеют определённые свои особенности. То есть человек может получить проблему, если он является жертвой собственных желаний. Потому что тридцатые ворота – ворота желаний. Они находятся в коллективном контуре. Они связаны с нашим эмоциональным центром. Они заряжают нас на желание, то есть определённую мотивацию к действию мы получаем, если мы чего-то хотим. Коллективный контур – это когда что-то направлено не на нас, а через нас эта энергия идёт для всего мира. Эта энергия пришла для того, чтобы человек другой увидел эту энергию, прочувствовал её, возможно, но не для того, чтобы мы исполняли все свои желания. Это гигантская фабрика по созданию желаний. Если вы чувствуете эту энергию, скорее всего, вы испытывали хоть раз в жизни какой-то момент разочарования по поводу того, ну почему у меня так много желаний, и они не исполняются. Сила этих ворот может переведить третья мотивация. Если она есть у человека, она встречается не так часто, она достаточно денежная, и если человек чего-то хочет, у него есть третья мотивация, у него в любом случае это получится. То есть человек говорит, например, я хочу работать в этом месте, но там по всем показаниям нет таких событий, что там можно работать. А происходят события, которые перестраивают вселенную таким образом, что человек действительно через год, например, там начинает работать. Если вы чувствуете, что у вас многие желания исполняются, то вполне возможно, что может быть такое объяснение. У большинства людей такой комбинации нет. И это огромный поток желаний. В случае того, что это Сатурн, да, огромная планета, которая имеет огромное желание, и все люди, возможно, чего-то уже хотят. И в этом мире можно заполучить, пережить, испытать, ощутить. Часто разочарование из-за того, что это не происходит. В теме теней есть подавленная и реактивная природа. Подавленная природа тени сверхсерьезной. Состояние, когда человек активно подавляет желание, думая, что вообще ничего нельзя желать. И ничего нельзя себе напридумывать, загадывать, потому что это все равно не сбудется, потому что желание — это пороки. На самом деле этим человек блокирует часть своей энергии. Поскольку эмоциональный центр относится к моторам, моторы — это то, что заставляет нас двигаться, делать. Это реальная энергия на что-то такое, не в голове, а именно мы ее чувствуем в теле, в центре солнечного сплетения. Эта энергия не пришла для того, чтобы быть подавленной через вас. Ее функция в том, что через вас она воздействует на других людей, то есть вы, делясь своими придумками, желаниями, можете вдохновить другого человека. Как это может работать в позитиве? Например, человек по жизни мечтатель. Возьмем абстрактный пример Уолл Дисней. Я не помню, есть у него «Тридцатые ворота» или нет, но смысл в том, что это человек, который придумал киностудию, придумал Диснейленд и все остальное. Он зарядил этими желаниями других людей. И это на самом деле очень круто. То есть примерно так это может работать. Сколько времени прошло, а дети до сих пор смотрят диснеевские мультики. И важно понимать, когда вы слишком серьезно относитесь к жизни, у вас сразу целая пачка моральных запретов, каких-то предписаний и ограничений, естественных побуждений приведет к взрыву, то есть вы потом просто взорветесь. Либо у вас, скорее всего, такой аскетизм, совершенно необоснованный, насилуя себя, и человек может соскочить в ареактивную природу тени. Ареактивная природа тени потворствующая, там, где человек не сможет справиться вообще ни с какими ограничениями. Он просто тонет своих собственных «хочу» и потворствует им очень сильно. Ключая того, что это все-таки Сатурн, он может давать определенный аскетизм. И в целом, если человек будет очень сильно стремиться к каким-то желаниям, он будет получать по шапке от судьбы или какие-то определенные знаки. То есть определенная тема здравого, сдерживание собственных желаний, понимания, что сейчас, например, не время. Если возникает первое или второе чувство сверхсерьезности или наоборот, когда человек не контролирует свои желания, можно выберите желание, сядьте и желайте его весь день осознанно. Сделайте доску визуализации, пропишите, представьте его во всех красках, ждите чего-то очень активно. То есть очень важно это все прописать, прожить на состоянии тела. Другой момент. Осознайте, что это желание может никогда не сбыться. Сперва вы очень сильно чего-то хотите, а потом отпустите это. На самом деле я вчера такое прожила, совершенно случайно. Я прям прочувствовала такое ощущение, что я знаю, что будет, я знаю, что к чему приведет, и что-то меня это так накрыло. Но на следующий день прям отпустила. И вот такая вот практика, она позволит убрать привязку к вот этой теме. Значит, при этом 5 июня мы видим Сатурн на ретроградной, в Накшатре Тханишко, в принципе, он себя там чувствует комфортно. Можно успокаиваться как? Можно успокаиваться, например, под звуки барабанов. Один из вариантов – это достаточно музыкальная Накшатра, созвездие, в котором находится Сатурн. Вот, и многие, может быть, радовались, как я, когда Сатурн вышел из Козерога и перешел в знак Водолея. Полегче всё-таки. Всё-таки Сатурн в Козероге – это достаточно тяжёлая позиция. Сатурн – такая медленная планета, находится в земляном знаке, который тоже достаточно медленный, хотя он считается подвижным. Но он замедляет какие-то определённые процессы. И Сатурн, несмотря на то, что 29 апреля перешёл в знак Водолея, он набрал всего один градус. То есть Сатурн движется с такой скоростью, что он за месяц проходит примерно один градус. То есть Солнце проходит целый знак за месяц, а Сатурн – всего один градус. И, соответственно, наступит момент, когда его ретроградность унесёт его снова в знак Козерога. Что это означает? Это значит, что сейчас могли возникнуть какие-то вопросики, связаны с темой того, в каком доме находится знак Водолея в каждой карте. Или в целом в абстрактном гороскопе одиннадцатый знак Водолея находится в одиннадцатом доме. Одиннадцатый дом – это тема влиятельности, бизнеса, влиятельных знаменитых, друзей и так далее. И вполне возможно, что начали уже какие-то темы на эту тему включаться. Соответственно, вот они начали включаться, дали какие-то возвратные моменты именно по этим темам, дополнительный зарпад, может быть, кому-то какие-то резюме стали приходить, или наоборот, вакансии. Но Сатурн движется, и он уйдёт обратно. Соответственно, Сатурн можно наказывать за эти желания, если человек нарушает тему семнадцатых ворот. Семнадцатые ворота – ворота мнений. Юпитер находится там. И это тема с изучением мнений. Человек с широких взглядов распознавать во всём потенциальную двойственность. Вы разделяете множество различных взглядов на жизнь, и ни один из них не является правильным или неправильным. Вы соглашаетесь с различными точками зрения, и в то же время придерживаете своих принципов. Если человек действительно этому соответствует, то у него не будет никаких проблем, что его наказывают за желание. Соответственно, если человек не обладает широкими взглядами, семнадцатые ворота находятся в Аджне. Аджна – это центр, отвечающий за наше мировоззрение, за какие-то идеи, за мыслительные процессы. И семнадцатые ворота – мнение. Собирать мнение коллективно – это энергия, которая проходит через человека, и он эти мнения распространяет везде. Я это знаю, потому что у меня солнце в семнадцатых воротах. Я извиняюсь, что-то у меня нос даже заложило от радости. Вот. И, соответственно, если человек узких взглядов, то его будет наказывать. Наказывать его будет каким образом? Я симбиозировала все данные, которые известны на момент сопоставления физиологии человека с воротами в дизайне. И семнадцатые ворота, кстати говоря, связаны с гипофизом. Железа, которая находится в голове, пространство между бровей, которая, в принципе, регулирует очень много процессов в нашем теле, в том числе, конечно, и мозговую активность. А тридцатые ворота связаны с солнечным сплетением. Если есть какие-то проблемы, значит, это блокировка каких-то желаний. Вот. Соответственно, при этом мы на конце разберем тридцатые ворота. Они находятся в четверти инициации. Период февраль-март-апрель – это для положения Солнца. Четверть инициации. То есть хочется что-то придумать. Идея какая-то есть. Идея есть, а энергии на реализации нет. Пока что рановато, потому что еще транзит не прошел. То есть у нас все ворота двигаются по такой вот замечательной Мандали. И тридцатые ворота находятся в четверти инициации. В принципе, Сатурн может проработать глобально какой-то процесс. Но это будет достаточно долго. Но это будут идеи, идеи, идеи. Сатурн, конечно, готов над ними работать. Но реализация получится только тогда, когда Сатурн перейдет в четверть цивилизации. Но это на самом деле пройдет очень сильно нескоро. Потому что в 2028 году, в 2027 году Сатурн будет в Овне. То есть мы видим масштаб бедствий. То есть потом, через два с половиной года он будет в Тельце. И в Тельце он перейдет в четверть цивилизации. В принципе, наверное, это будет сопоставимо с тем, что вполне возможно будет строиться совершенно другая цивилизация. Четверть цивилизации направлено на что-то, созданное в материальном мире. Постройка дома, рождение детей, построение учебного заведения. Ну то есть что-то материальное. То, что мы создаем руками. В принципе, это за реализацию какой-то идеи, которая у нас была. Соответственно, я решила посмотреть дату. Дату перехода снова Сатурна в знак Козерога. То есть мы будем чувствовать, что может быть нам какой-то груз, как будто бы упал, возможно. Или возврат к теме 0,1 градус, да, Водолея. То есть еще чуть-чуть времени, и он будет в Козероге. Соответственно, люди, которые не доделали что-то, что отвечало за сферу жизни, где располагается знак Козерога, для восходящих Козерогов это что-то будет связано с собственной личностью. То есть тут вот карта просто Козерожья получается. Началась тема продумывания какого-то заработка. И тут хоп, Сатурн уже ничего не успел сделать. И, грубо говоря, снова на личное слово. У Козерогов может быть депрессия на самом деле. Важно принимать все, что происходит, и тогда депрессии не будет. И пить достаточное количество воды. И какие-то внутренние, то есть первый дом – дом головы для Козерогов, внутренние какие-то страхи могут обостриться, или вернуться для того, чтобы человек проработал их и позволил себе, грубо говоря, жить и наслаждаться жизнью. Или возврат к каким-то идеям, каким-то мыслям, к каким-то ситуациям. К теме родителей, в принципе, тоже. Тут получается, что Сатурн направляет и первым домом, и вторым домом, и второй дом – родительская семья. Например, для восходящих Овнов – это будет возврат из 11 дома в 10, тема работы. И, соответственно, это 11 июля. Например, для кого еще? Для восходящих Львов, например. Это у них Козерог располагается в 6 доме, связанном со служением, с обязательствами, с долгами, с полезными, со здоровьем, с победами. То, что они не успели доделать, какое-то служение проявить, Сатурн может наказать в плане здоровья. Соответственно, они, может быть, подумали о теме отношений, потому что у них Сатурн подолея попадает в 7 дом. Соответственно, они подумали и подумали, опа, вернулись обратно, что-то нужно доделать, доделать, а потом уже к отношениям перейдем. Примерно так это может работать. Ну и для каждого восходящего знака это может быть немножко по-разному. Например, восходящий Рак. У них четверочка в 1 доме. Получается, что Козерог вернется к ним в 7 дом. Идет из 8. А 8 дом – это уже погружение в какую-то глубину процесса, закадровое лидерство, внезапное событие. Но Сатурн в 8 доме может давать долголетие. И какую-то долгую работу. Когда тебе не видно, ты спрятался куда-то, ты что-то там делаешь, деятельность, а потом опа, показываешь результат, и все говорят, о, тебе повезло. На самом деле человек упорно работал. Но, возможно, в отношениях какие-то не были проработки, поэтому с 11 июля может возникнуть эта тема. Например, если 10 знак попадает в 4 дом, получается 9, 8, 7, восходящие весы. У них может быть возврат к теме недвижимости. То есть у них как бы Сатурн уже перешел в 5 дом. Возможно, кто-то мог задуматься о детях. А тут что-то связанное с домом, дома что-то случилось. То есть мы как бы заранее не можем предугадать, что конкретно будет, если говорить в общем, не на конкретного человека, где известно все, периоды и все остальное. То есть будет определенный переход к тому, что мы должны что-то доделать. Ситуация может быть непростой, но это не Сатурн в падении, это как бы естественная обитель Сатурна. Соответственно, на 11 июля Сатурн будет располагаться уже не в 30-х воротах, а в 49-х воротах. Очень хорошо, что в 6-й линии, а не в какой-то другой, потому что это достаточно позитивная активация. 49-е ворота вообще описываются достаточно кровожадными, потому что они за революцию, они за бунтарство. И это тоже находится в эмоциональном центре, то есть тоже центр солнечного сплетения. Эмоциональный центр – это топливо, которое заставляет нас двигаться, но это находится в племенном контуре. То есть это еще ворота принципов. 49-е ворота в принципе отвечают за принципы. Например, 49.5 – оно отвечает за то, что человек может поменять свои принципы. А 49.6, которую мы видим тут, быть благодарным, чувствовать удовлетворение, чтобы проанализировать случившиеся перемены. Это на самом деле очень крутая активация. После перемен дальнейший рост возможен только тогда, когда каждый приспособится к новым обстоятельствам. Несмотря на то, что Сатурн ретроградный, он что-то нам в жизнь будет преподносить, кармический, да, карма – это причин и следствие. То есть мы что-то делали, и мы получим результат. Тот получит положительный результат, тот получит не совсем положительный результат. Все зависит от того, что мы делали, какой целью мы были движимы, и в конечном итоге, что мы ждем. То есть если был эгоизм, да, эгоизм – это то, что противоположно Сатурну. Это, ну, в общем, нужно избавляться от ложного эго, эгоизма и так далее. Вот, то есть если у человека будет чрезмерный эгоизм, то он может попасть в ситуацию, связанную с какой-то революцией, которая ему не принесет какого-то блага. Любая революция приносит перемены, которые должны происходить своевременно и иметь практическую ценность в долгосрочном плане. Отрицание с помощью революции ведет к нитежнику. Это особый мост, дающий гармонию с млекопитающими. То есть у кого-то может быть тема, связанная с какими-то фондами даже. Вот. В целом очень важно иметь какое-нибудь животное дома для того, чтобы служить ему. Вот. Это у нас уже получается июль. 11 июля. Вот. Так. Дальше. 49-е ворота находится все в той же четверти инициации. И они связаны снова с темой солнечного сплетения. То есть в принципе энергия на то, чтобы проявлять какие-то действия, хотя тут вот в чекральной карте мы, может быть, этого не определим. Плюс в принципе сам по себе Сатурн ретрогадный может давать момент того, что есть страхи за материальные какие-то аспекты жизни. чтобы было что поесть, чтобы было что попить, чтобы была крыша над головой. И человек может быть зацепленный за материальность. И тут очень важно найти баланс между тем, что мы зацеплены за материальность. У нас как бы человек в любом случае материальный. Есть, конечно, история о том, что есть люди, которые живут 800 лет, они где-нибудь в Ямалах там медитируют и так далее. Но таких людей единицы, меньше одного процента, я думаю. Большинство своих человек всё-таки материальное создание, которому в любом случае нужен воздух, нужна еда, нужна вода. И без этого он может не прожить. Но важно не быть сильно зацепленным, что это первая основа, что первая причина, что человек рождён для того, чтобы есть. Что должно быть что-то, что его будет мотивировать на действие. И, соответственно, многие люди остаётся на работе, потому что они не понимают, как можно жить без работы, даже если она им не нравится. И в идеале, конечно, когда человек занимается тем, что ему нравится, тогда у него никаких проблем с вот этим вот самым Сатурном не будет. Вот. И если смотреть на чакральную карту, то это первая чакра, которая находится в основании нашего туловища, связана с нижним отделом туловища, в негативном проживании, когда человек ходит на нелюбимую работу, он весь сжимается, скукоживается, ещё не пьёт воду, например, скатывается в депрессию, у него случаются запоры, пищеварения начинают замедляться, и в целом причина следствия тут очень сильно явно видна. Вот. Причём Нагшатрат, конечно, она в принципе своём такая достаточно денежная, она на зарабатывание ресурсов. Вот. Если человек ставит это как первая основа, у него могут как раз начаться проблемы, в том числе со здоровьем. Вот. Дальше. Дальше происходит очень интересный момент, что если мы будем смотреть по астрологической карте, как бы Сатур будет находиться в одном и том же доме. Так, 5 октября мне пока не нужно. Например, пускай это останется, да? Или всё-таки 5 октября. Что у нас тут 5 октября? Сатурн у нас в Козероге. Причём он достаточно сильный. То есть он будет двигаться, да? Он даже, по-моему, не поменяет Нагшатру созвездие. Но по дизайнеру человека он будет менять линию в воротах. То есть у нас есть всего 6 линий. Каждый имеет свою трактовку и определённый свой посыл. Например, 23 июля Сатурн перейдёт в 49-е ворота в 5-й линии. Ощущение, чтобы перемены были к лучшему, прислушайтесь к внутреннему голосу. И, видя необходимость перемены, вы поддерживаете других, чтобы заручиться их согласием или для того, чтобы их контролировать. Но это может быть также тема того, что человек может резко поменять свои какие-то принципы. И может сделать что-то вопреки себе. Тоже как бы с какой-то стороны может быть на эмоциях. Вот. Дальше. В принципе, проверка принципов на прочность. Готовы ли вы к чему-либо. Дальше. 5 августа Сатурн поменяет 49-е ворота в 5-й линии на 4-й. 4-я линия – подготовка, накопление энергии, создание стимулов для радикальных перемен. Энергия движется наоборот, и поэтому происходит такой дисбаланс определённый. 4-я линия говорит о какой-то команде людей. Круг, опять же, семья, да, сам, вот если мы смотрим 49-е ворота, да, племенной контур. Принципы внутри какого-то сообщества людей, которые объединены общими ценностями и ресурсами. Это может быть семья, это может быть государство, это может быть коллектив на работе, то есть вот пределы каких-то, может быть, единомышленники, да, которые вообще находятся друг с другом не рядом, но они привержены общей идее, у них общие ценности жизненные или что-то в этом духе. Дальше, 18 августа, 49.3 в Сатурне. 49.3 – это уже тема проб и ошибок. Находить поддержку других людей во время перемен, информировать. Во времена потрясения требуется согласие каждого, чтобы подготовиться к переменам. Вот, дальше. 30 августа, 49.2. Да, и тут Юпитер ретрограммный. Ретрограммный он как раз на тему мнений. Интересный процесс. Прям, по-моему, солнышко будет ретроградить. 49.2. Проявлять твердость, точно представлять результаты перемен. Признавая, что перемены необходимы, вы либо придерживаетесь твердых принципов, либо поддерживаете перемены ради перемен. И 14 сентября, 49.1. Всему свое время беречь энергию, пока не наступит ясность. Вы видите много возможностей для перемен, но понимаете, что следует ждать благоприятных обстоятельств. То есть, в принципе, такой период, который сначала энергию того, что благодарность, потом перестановка какая-то, перетрубаться, потом подготовка накопления энергии, потом находить поддержку, потом проявлять твердость, представлять эти результаты, а потом беречь энергию. В идеале должно быть, конечно, наоборот. Вот, но возвращаемся к каким-то старым своим паттернам, проблемам, или даже не проблемам, а идеям, чтобы мы хотели изменить свою жизнь, какие у нас реально ценности есть. Если кто-то хочет переехать в другую страну, да, какой там менталитет. Вот, дальше. 5 октября, да. Почему я взяла эту дату? Потому что хочется посмотреть транзит, когда Сатурн сменит не только линию, но и ворота. Ворота длятся примерно 6 градусов, и они имеют каждую свою трактуку, но 6 градусов определены определенной темой. И Сатурн перейдет в 13-е ворота. А 13-е ворота – это тема содружества. Это очень, на самом деле, позитивная тоже активация. Как бы не тоже, да, но она позитивная. Слушатель Братства Людей. 13-е ворота. Сейчас мы их найдем. Вот они. Они находятся в центре G, центр безусловной любви, центр, связанный с кровью, с сердцем, поиск вот этой вот любви, да, душа наша. В дизайне человека – это магнитный монополис, которого формируется потом душа, и изначально оттуда все пошло. Вот. Все мы должны стремиться к общей цели – обогащать человеческий опыт во всех областях, в различных проявлениях. 13-е ворота – они связаны с опытом прошлого, какие-то традиции, которые накоплены внутри, опять же, государства, семьи, или поколения, или чего-то такого, когда, например, семейный рецепт передается из поколения в поколение, или просто люди, например, работают в одной профессии и передают опыт тоже как бы. Не то, чтобы из поколения в поколение, есть такая тема наставничества, когда ты устраиваешься на работу, у тебя есть наставник, он тебя учит, он для этого получает дополнительную денежку, и ты как бы перенимаешь его опыт для того, чтобы использовать его дальше. Человек, например, ходит на пенсию, и получается смена поколений. «В путешествии по жизни каждому необходим опыт принятия, признания и признательности, притягивая тех, кто страдает от одиночества и стремится быть услышанным». То есть это энергия, которая хочет быть высказанной, в принципе. И это часть лидерских каналов и лидер, смотрящих в прошлое. То есть на основании прошлого делать какие-то выводы. 13.6 на момент 5 октября. Толкование глобального братства. Искать лучшее во всех и во всем. Вы настолько расположены к людям, что для каждого человека надеетесь на хороший исход в жизни. Тоже достаточно благоприятная активация. Если мы смотрим карту, вот так, то ретрогранный Сатурн на этот день будет с Луной. Юпитер будет находиться в рыбах. Меркурий уже в Деве. Венера в падении. Солнце в Деве. Кето и Рахо. Рахо в Бхарыли. Такой сексуальный, неудовлетворенный. Марс в Мригошере достаточно идейный, подвижный, легкий, но пока ему сложно двигаться с места. Кето в Свате говорит о том, что партнерство строить легко, но все партнеры, которые не нужны, будут отваливаться сами. Солнце в Хасте. Говорит о том, что нужно своими руками помогать людям. Любым способом. Можно сделать массаж, можно считать по рукам, можно делать какие-то практики духовного характера, и они будут приносить быстрые результаты. Венера в Хасте. Ну вот как бы потенциал, да, на работу с женщинами. Венера неудовлетворенно, она себя не очень хорошо чувствует в Деве. Очень важно женщинам не зарываться, не критиковать что-либо, но будет определенная такая тема, что хочется все продумать, хочется все проработать. Да, когда Венера так сильно ментально напрягается, она теряет свою краску жизни. А Меркурий будет наоборот, очень хорошо себя чувствует, потому что он будет находиться в знаке экзальтации. То есть наш интеллект будет работать на полную катушку. Ну, пока в одном градусе он пока набирает обороты, да, но он быстро движется. То есть в прошлом году ретроградная Венера была в другом месяце, а тут она получается в октябре. Вот, и тут у нас еще Юпитер, тоже до кочи ретроградный. Ну, то есть в общем и целом такая картинка. Вот, шестой дом отвечает за болезни, и если человек что-то руками делает не то, то будет не очень позитивный момент. Марс нам не дает опасные истории сюда, но Марс очень захочет высказаться. Но по Меркушере он не сделает это как-то опасно. Итак, поехали дальше. Вот, 5 октября сменится на тему такое. Дальше у нас на ней, в принципе, Сатурн задержится. И уже 23 октября Сатурн выйдет из ретроградного движения, и он будет идти по 13 воротам шестой линии, опять же, но уже более конструктивно. Потом пойдет по 49 воротам в первой линии, опять устанавливать ценности, беречь энергию, пока не наступит ясность. Потом он перейдет во вторую линию, уже в конце ноября, проявляет твердость, точно представляет результаты перемен. Потом он найдет поддержку других во время перемен, накопление энергии и создание стимулов для радикальных перемен. Потом изменение каких-то принципов и быть благодарным. Вот. То есть, например, 10 ноября Сатурн в 13 воротах. Ну да, и все. Вот. То есть, как бы с точки зрения ведической астрологии картинка особо сильно не изменится. То есть, Сатурн будет прорабатывать эту тему. Но в дизайне человека все достаточно более тонко получается. И мы можем посмотреть также на ворота, которые находятся в Юпитере. Он по 17 воротам будет гулять. И тоже, как бы, по тему мнений. Мнение, 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 мнение. То есть, мнение, это, в принципе, такая разносторонняя штука. Когда это может быть связано с тем, что вокруг человека много мнений каких-то. По радио очень много каких-то мнений. Кто-то какие-то социологические исследования делает. Кто-то обучает что-то такое. В принципе, может быть, будет желание обучаться. Вот. Ну и Юпитер очень любит, когда применяют какие-то знания. Конкретно 17.5. Взаимосвязь признает, что всем и единое целое. Вы достигаете высших целей благодаря мужеству или добродетелям, лишь потому, что не признаете космические совпадения. Изобретательность направлена на духовные или мирские решения. Жажда личного признания может помешать вам принять помощь со стороны. Пятая линия – линия проекции. Также это тема еретик. Это также тема альтруизм. Это ощущение того, что какой-то человек обладает информацией, которая вам может помочь. Это может так быть, это может так не быть. Вот. И в зависимости от того, цените ли вы те мнения, которые приходят или являетесь человеком, который может помочь альтруистически именно тому, кому нужна помощь, то тогда Сатур будет себя проявлять хорошо, да, благодарность. А если эти мнения не совпадают, то как бы по 49-м может быть очень такая сильно кровожадная история. Если мы посмотрим тень 49-х ворот, как может это проживаться, в определенном негативе, то это жертва эмоциональных реакций. Это вообще 49-й ворот. Это про справедливость, ощущение несправедливости. Такие определенные весы. Чуткость к определенным моральным принципам, и эти принципы должны соблюдаться человеком. Если какие-то принципы не соблюдаются другим человеком, нас это может сильно ранить. И соответственно отсюда может пойти тень реакция. Реакция – это то, как мы реагируем на те ситуации, когда не соблюдаются какие-то наши важнейшие принципы, наши какие-то глубокие ценности. Пассивная природа тени замороженной. Насколько 49-е ворота находится в эмоциональном центре, это в принципе эмоциональная история. Это очень чувствительные ворота. Когда человек не чувствует в себе достаточно силы, энергии отстаивать свои принципы, убеждения или бороться за справедливость, то он начинает закрываться. Лучше я вообще ничего не буду чувствовать, чем все время это буду чувствовать, и мое сердце будет развиваться. Человек может смотреть ролики, как плохо обращаются с животными. У человека даже может подниматься температура от таких просмотров и может не выносить такой чувствительности. В некоторых случаях люди выбирают просто заморозиться. Лучше я вообще ничего не буду чувствовать, в том числе и радость. Вначале ты этого не знаешь. Кажется, что ты защищаешь себя от тяжелых эмоций, но по факту ты замораживаешься. Отсутствие какой-либо реакции. Реакции просто нет. Может быть, сопоставима с тем, что все вот эти вот чакры, если солнечное сплетение мы рассматриваем, это манипура чакра. Выше нее находится аджна. Аджна отвечает за сердечную чакру, за тему благодарности, любви, принятия. А если человек замораживает свои эмоции, идет уже заморозка его, пищеварение с какой-то стороны. Он не переваривает то, что происходит. И это может заблокировать сердечную чакру. Это может привести к депрессию, к проблемам с сердцем в том числе. Реактивные природы тени, отвергающие. Страх быть отвергнутым, толкает человека на то, чтобы постоянно всех отвергать, посылать, отмораживать. Нормальные отношения возможны только в том случае, если он видится редко, потому что близость для него непереносима. То есть по сути это тоже уход от чувств, потому что можно отвергнуть и не чувствовать никаких неприятностей, просто потому, что рядом с тобой никого не осталось. Две тени стремятся к одному, но каждый идет своим способом. Что можно сделать? Можно вспомнить какую-то ситуацию, когда вы эмоционально не отреагировали. Отреагируйте сейчас. Проживите эту ситуацию заново, эмоционально выскажите все и сделайте это чрезмерно, апофеоза, то есть смысл. Тень – это как такая игра, которая позволяет нам то, что было внутри, выпустить наружу. Иначе это создает блок в теле, который влияет на нашу жизнь на самом деле. Здоровье. Зависли, подавили, не сказали, зажали, замялись. И отреагируйте сейчас. Выразите, проговорите. Эта практика отреагирования эмоций очень полезна. Сделайте чрезмерно, переиграйте. Не обязательно, конечно, кому-то звонить при этом. Можете сделать это как какая-то театральная постановка для самого себя. Еще один вариант. Попробуйте эмоционально отморозить несколько человек, но очень важно предупредить их перед этим. И рекомендуется не делать это с малознакомыми линиями. Своего мужа, жену, лучшего друга. Лучше проинформируйте. Слушай, мне нужно отыграть свою природу. Буду я сегодня отмороженным и буду тебе сегодня достаточно холодно отвечать. Проинформируйте, предупредите. И тогда друг уже забыл что-то, спрашивает, а вы гротескно реагируете. В этом упражнении обязательно работать с людьми. Обязательно информируйте. Это очень важный момент. Если вы будете не экологично это делать, вы просто в другом человеке тоже будете вот эту вот теневую энергию распространять и сделать им очень неприятно. Помните об эмоциях других людей и делайте парное упражнение с единомышленниками, которые согласны вам в этом помочь. Еще один вариант. Впадите в ступор осознанно. Если вы понимаете, что у вас такое периодически бывает, вы залетаете в эту заморозку быструю, когда ничего можете не сказать, не сделать, отслеживайте, отрепетируйте свой ступор наперед. Например, если вы увлекаетесь просмотром каких-нибудь видов спорта, представьте, что ваша любимая команда забивает гол, а вы в ступоре зависли и никак не реагируете. на самом деле очень интересная практика. Ну и центр у нас солнечного сплетения. Вот примерно такой у меня получается посыл. Вот. И относительно того, когда же у нас сам Сатурн вернется в знак Водолея. Тут мне не будет показывать даты, к сожалению. Но вот мы посмотрим, что Сатурн не поменяет созвездия при этом. То есть в астрологической карте определенный градус может быть очень-очень глубокие известные астрологи, которые в астрологии может быть 20 лет они знают каждый градус. Но дизайн человека в этом плане попроще. То есть он достаточно глубоко зайдет козерога. Обратно. И если мы 10 ноября 2022 года перематываем месяц. Все еще в козероге. Перематываем месяц. Вот уже 29 градусов козерога и это уже январь 2023 года. Неделя день 17 января 2023 года. То есть достаточно много времени идет на то, чтобы вернуться и доделать все по зоне козерога и уже перейти в знак Водолея снова. И мы можем даже посмотреть 17 января 2023 года. 49.6 быть благодарным. при этом у нас Нептун будет в 36 воротах в рыбу 36.1 иллюзия связанная с кризисами изучением и помощью людям на самом деле. Юпитер будет замечательно в 25 воротах вселенской любви. Марс будет в 16 воротах. Тема навыков. И кстати говоря, ретроградность Марса может быть не очень агрессивной. У нас в конце года будет целый парад этих ретроградных планет. То есть мы будем доделывать что-то, что мы не доделывали. Я на самом деле очень сильно опасалась Марса, но поскольку Марс будет переходить к таким воротам, получается, что он будет делать это в знаке Тельца. Он будет ретроградным в конце года. В принципе знак Тельца еще и борьба за ресурсы, которая может давать определенную импульсивность. Весь ноябрь уже Марс будет ретроградным и с 30 октября. Но эту энергию можно очень сильно прожить в позитиве, потому что 45-е ворота это в принципе ворота короля. Тема заработка, тема связанная с речью, тема связанная с материальной энергией, тема связанная с тем, чтобы собираться вместе, управление король и королева, четкая цель, способна поддерживать, сбежать и объединять людей в сильное сообщество. Это племенный контур. Потенциал Тот, кто наделен властью, должен быть образцом стойкости и справедливости, тогда он будет жить в ладу с собой, сохраняя безупречность. Вы заботитесь о благополучии подчиненным и их образовании. В материальных вопросах прислушивайтесь к общественному мнению. 45.6 Независимость верит, что получается именно то, что нужно. Вы сохраняете невозмутимость, как бы к вам ни относились, либо сдаетесь, если вам бросают вызов на материальном плане. Потом Марс претероградный перейдет к 35 воротам. Он захочет каких-то перемен. Вот, конечно, импульсивный отрезок времени может быть. Но, опять же, телес это знак такой, в котором Марс себя чувствует, что ему не может начать. Ему как-то тяжеловато, он медленно-медленно разгоняется, как будто в болоте в каком-то застрял. То есть, он может долго работать на какой-то идее, потому что знак земли в принципе себя чувствует там неплохо, но для активных действий он не так, чтобы сильно им способствует, но зато он там достаточно спокойный и миролюбивый. Любит покушать. Вот, с 6 декабря по 21 декабря будет такой период желаний перемен. Перед Новым годом достаточно много людей меняет место жительства, покупая квартира, кто-то переезжает, что-то еще такое происходит очень часто перед Новым годом. Вот, а потом Марс перейдет в 16 ворота. 16 ворота это ворота навыков. Мне как раз Лагнеш находится в 16 ворота, который обожает обладать какими-то навыками, надеется иметь все для того, чтобы было что-то, что может пригодиться в конкретный момент. Также это энтузиазм, способность оценивать любые начинания процесса, чтобы определить действительно важные, полезные, и перспективные. Подготовительный период можно использовать для отдыха или для получения новых навыков и умений, которые впоследствии могут пригодиться. Вот, и вот эти вот навыки будут в теме Марса, когда можно направить энергию в какое-то конструктивное русло, что-то изучить, чему-то научиться с помощью речи, но не обязательно только речь может в этом участвовать. И в целом, если мы посмотрим 16-е ворота, как понять, что у человека все это идет позитивно. вот и 16-е ворота. Парасчетовидная железа, тереорийный гормон, йод, то есть щитовидка. Гормоны могут меняться, да, щитовидка очень такой интересный орган, который отвечает за большое количество процессов, но никто особо сильно не заметит то, что с ним что-то не так, пока не начнет боится остальное, за что он отвечает. Как можно обугуливать 16-е ворота? Тоже очень интересная тема. Я вернусь к Калле. Так. И сейчас у нас так, ну, во-первых, мне, конечно, нужно вернуться. Вообще, наверное, вот, что я сделаю. Не то, не то, не то. Так. Веркурий, помоги. Рог. Вот. Так. Конкретно тут их нету, да? Тут 20-е. можно было бы построить транзит на них. Наверное, я сейчас это и сделаю, да? То есть, декабрь. Ох, какой у нас интересный будет декабрь. Так. Марс. Марс, 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 Марс. Вот. Например, я построю. Вот, например, если мы посмотрим транзит на 22 декабря 2022 года. Ой, какой замечательный транзит. Чаш любви. Потенциал очень крутой. То есть, может быть, ретроградного Марса не стоит опасаться. Тут он 16.6. Но мне было интересно не только это. 16.6. Пересмотр. Реалистично воспринимать цели. Вы либо видите вещи такими, какие они есть, либо суетитесь, чтобы оправдать чужие ожидания и терять ясность. Классная линия. Юпитер в 25 воротах. Третья линия. Ну, тема чаши любви. Безусловная любовь. Любовь ко всем толерантность. Приспособление. Спокойно принимать неожиданные события. Сохраняя самообладание. Когда что-то идет не так, как надо, вы либо принимаете исход дела, либо впадаете в отчаяние. Уран во вторых воротах надолго. Тема поиска направления. Поиск направления в принципе по жизни. Куда направить свою энергию. Так. Плутон тоже надолго в теме ограничений. Какие-то ограничения, которые человек пытается понять, в чем эти ограничения, не может этого понять. Меркурия в 61-х дает нам инсайты. Меркурия в Козероге получается. Но меня интересовала Венера. Венера в 54-м. 54-я тема амбиций. С какой-то стороны это тема желаний. В этот день может быть хорошо например опять же какое-то обучение начать или в принципе реализовывать какие-то свои амбиции и поверить в себя. Так. 54-й ворот это у нас получается в декабре. Венера будет находиться в стрельце. Вот. Такая определенная ларшери йога. Венера в доме удачи в австрактном гороскопе. Как раз какие-то стремления могут дать ей удачу. Вот интересно. Центр G достаточно много активаций. Чуть что а не где примагнититься. То есть это может очень сильно зарядить людей. Если я рассматриваю как бы сам транзит, то сакральный центр не определен. То есть основная зацепка у нас будет не за творчество, сексуальную активность, за отклик. То есть люди могут не чувствовать отклика на что-то. Механически может быть работать. И в основном это опять же тема какие-то самопознания, что в первый ворот инсайты, предсказания, осознанность, астрология. Ответы на вопросы. Придут к нам все ответы на вопросы. Они будут приходить сами собой, не связаны со всем остальным. 44-26. Вот это тема заключения сделок. То есть основные темы будут такие. Некоторые люди для того, чтобы к такому симбиозу прийти, они будут нарабатывать какие-то навыки. Для людей, у которых есть 48-е ворота колодца, это будет канал таланта. Они смогут на этом деле заработать с помощью коммуницирования с другими людьми. Тема понимания того, что можно исправить. Опять же амбиции, опять революционный настрой, это у нас по Сатурну. Опять же. нас будут окружать люди. Как раз вот кету находится в весах 44-6. Взаимодействие с людьми. Оно будет получаться легко, если это те люди. Но вот такой вот центр G, когда чуть что, сразу человек почувствует направление, чуть что, сразу человек почувствует направление жизни, куда нужно 10-е ворота замечательные, 15-е 10-е это любовь к себе, к собственному поведению, 15-е это магнит для людей, это тоже такая толерантность, второе это направление жизни, туда ли я двигаюсь, это ясное понимание собственное, если есть 14-е замечательная активация. Я понимаю, что я делаю, я понимаю, зачем я есть, я понимаю, что я люблю, может быть, я понимаю, кого я люблю. 46-е любовь к телу, уважать свое тело, тело это храм души, удача этого рода счастливого случая, и причем эта удача будет следствием событий, происходивших ранее, по солнцу, да, тоже классно. 6-е еще и энергия на то, что путем трения хочется разрушить какие-то все-таки барьеры между людьми, 36-е кризисы, но они такие, дающие нам определенные эмоциональные впечатления, для того, чтобы тоже зарядить кого-то на какую-то эмоциональную волну. Вот, примерно такая у меня получилась история, поделитесь с инсайтами, получили вы и не получили какие-то инсайты. В целом, мне кажется, что не все на самом деле так плохо, потому что я действительно очень сильно переживала из-за ретро-градного Марса, но в рамках каких-то политических моментов, конечно, борьба за ресурсы, она все равно будет. И вопрос, да, тема навыков, на самом деле очень интересно то, что периодически какие-то определенные фирмы перестают поставлять товары в какие-то определенные страны. Мы не можем предугадать, что конкретно будет, да, и возможно, сами компании не были в курсе, и кто-то всем этим руководит, управляет от нас. Ну, возможно, это не зависит, определенные источники информации, определенные приложения, тоже как бы раз что-то закрылось, что-то перестало существовать, да, и в принципе все приводится к тому, чтобы каждая страна сделала так, чтобы на ее территории можно было жить, чтобы было это, это, это и это, чтобы страна производила и туалетную бумагу, и еду, и одежду, и что еще может производить страна, информационные всякие истории, да, чтобы каждый наработал то, что будет цениться, навыки, которые у нас есть, мы должны ценить, вот, соответственно, в глобальном плане, конечно, интересно, вот, ну, и я благодарю всех за внимание.